Итак, ребятки, всем здрасте! Вы находитесь на канале MMABets. Меня зовут Роман. Сегодня у нас мейнкарт. Главные два боя. Хермансен против Стрикланд, ну и Комайн-Ивент, конечно же, в первую очередь. Я хочу заметить, что вот у нас прошлые недели, прошлые даже две до три были довольно-таки удачные, прилетали донаты. Я очень всем благодарен, но отдельно хотел бы поблагодарить Леонида и Ирика. Спасибо вам большое, парни. Ну и в целом спасибо всем, кто нас поддерживает, кто нас донатит. Друзья, я напоминаю, что разбор всех остальных боев предварительного карта будет у нас в бойцовском клубе диванных аналитиков. Там карт, в принципе, довольно-таки интересный. Ну а в целом, если вас интересуют разборы таких турниров, как ACA, BELOTORP, FL, CONTENDER SERIES, В общем, все вот такие важные второсортные, второстепенные турниры, это все у нас в бойцовском клубе. В описании, в закрепленном комментарии будет ссылочка. Я там все успеваю. На прошлой неделе и был подкаст и на Eagles FC, и на BELOTOR, и на ACA. Все успел. Так что, друзья, welcome, welcome. Ну и, конечно же, если вас интересуют прогнозы, то вот сейчас есть возможность до первого турнира UFC, соответственно, до вот этого, присоединиться к нашей рассылке. После этого турнира, конечно, рассылка будет закрыта, но прием туда человек уже до следующего месяца. Поэтому успевайте. Статистика также вы можете найти в описании, в закрепленном комментарии. И также все условия там. Ребятки, давайте начинать. Ну а начинаем мы с коммейн-эвента. Это средний вес Пуна Сориано против Ника Максимова. И, соответственно, грубо говоря, что-то вроде борца против ударника, но с нюансами, да, с нюансами. Потому что Пуна Сориано, он хоть и как бы ударник, да, но все уже знают, ни для кого не секрет, что по базе он борец. И благодаря этому его перевести-то никто и не может. У него на данный момент стопроцентная защита от тейкдаунов. Никто его пока не переводил, да, в UFC. В контендер-серии, по-моему, тоже. Вот, в целом, да, боец с очень тяжелым панчем. С очень тяжелым. И, соответственно, в принципе, техника у него очень неплохая, на мой взгляд. Да, в прошлом бою он потерпел поражение. Первое поражение в карьере от Брэндона Алина. Но Алин провел шикарную работу, надо сказать. Он реально, они прям разобрали, видно здесь Пуна Сориано. Алин очень много вначале пробивал мидл-киков. Это крайне важно, чтобы подустал, подзамедлился Пуна. И Алин все-таки сумел его переработать. Но у Алина и стойка есть какая-никакая. И он ее улучшает. Видно, он молодой прогрессирующий боец. Соответственно, но тем не менее, бой был близкий. И, кстати, тоже пропускал там Брэндон Алин немало. Но держался, да, держался. Соответственно, Пуна Сориано именно вот старается идти вперед. Наносить тяжелые панчи. Именно прям жестко, тяжело бить. И, в принципе, он и сам может побороться, если нужно. Да, если нужно. Соответственно, соперник его Ник Максимов, боец из команды Диазов. 24 года, молодой парень, который дебютировал в UFC. Выиграл Коди Брандаже, да, другого дебютанта на коротком уведомлении борца. Но бой был, конечно, такой ужасный, вотокатный, неинтересный. Ник Максимов там дико устал. Ну, это нормально. Для него это нормально, ребятки. Я за ним слежу уже давно, и все его схватки еще на сабмишин андеграунд видел. В общем, давно, давно за ним наблюдаю. У него ужасное кардио, просто ужасное. Вот он уже в конце первого раунда дышит, как паровоз, да, буквально. Но все-таки сумел он Коди залежать в прошлом бою. Хоть и с трудом, уже в конце просто втыкался в ноги. Там Коди защищался от захвата, и Максимов там просто головой в конвас втыкался, лежал, отдыхал. Но, тем не менее, победу добыл, да. Но в целом Джит все равно довольно умелый, да. Если там к нему в лапы попасть, можно и поплатиться, так сказать. Но стойка очень посредственная. С тем же брондашем, да, ну, посмотрите, как он работал. Даже в начале, пока был свежий. Это не ударная техника. Я не знаю, что это. Причем, кстати, вы можете заметить в Инстаграме, он там работает в ринге, там, в боксерских перчатках. К чему это? Ну, вообще, это, наверное, хорошо. Все-таки он пока молодой, нужно, нужно этот аспект ему наращивать, потому что он пока на нуле находится буквально. Вот, в данном противостоянии букмекеры видят фаворитом Пуну Сориану. Он идет за 1,51, за 2,65 идет Ник Максимов. Ну, я здесь не могу поспорить с букмекерами. Я и не хочу, даже если бы хотел, я бы не мог. Вот так скажем, витиевато, да. Потому что Пуну Сориану все-таки, я считаю, в стойке на, ну, на голову лучше, скорее всего. Удар у него однозначно намного сильнее. И, учитывая, что его даже никто и перевести-то не может, то, если Ник Максимову не переведет, то что он делать-то будет? Что он будет делать? Вот, но, есть, конечно, шансы от, как бы, ну, у такого парня всегда есть шансы, потому что там прям хорошая джитсу у Ника Максимова. И если вдруг какими-то там правдами-неправдами стянет, какой-нибудь имонари ролл сделает, ну, шансы появятся. Не факт, что прям сумеет точно что-то закрыть, что-то как-то сабнуть, но хоть появятся шансы. Но, в целом, все-таки, по тому, что я видел от одного и от другого, я вижу, что Пуну Сориану немножко на другом уровне. У него намного лучше в уровне позиции. Я считаю, что он намного опытнее на данном этапе карьеры, да. И, соответственно, я думаю, что именно он этот бой выиграет. У него кардио намного лучше. Хоть он и сам устал в прошлом бою с Алином, но, тем не менее, даже это кардио намного лучше кардио Ника Максимова. Поэтому я здесь, пожалуй, с букмекерами соглашаюсь. Если не сможет Ник Максимов навязать какой-то грэплинг, какой-то перевод, не знаю, не помню, говорил или нет, и монари ролл может крутать вот еще что-нибудь. Короче говоря, если не сможет Ник Максимов навязать партеры грэплинг, то вряд ли у него здесь что-то получится. Так что я здесь иду предпочтение Пуну Сориану. Ну и главный бой этого турнира и тоже средний вес. Прям такой у нас наполненный средневесами мейнкарт Джек Хермансен против Шона Стрикланды. Шестое и седьмое номера. Хороший, интересный бой. Они оба довольно-таки высокие, они оба довольно длиннорукие. Но, опять же, стилистика здесь разная. Здесь разная стилистика. Джек Хермансен все-таки по большому счету грэплер. А Шон Стрикланд это ударник. Вы это, думаю, сами прекрасно знаете. Джек Хермансен, да. Ну, что сказать. Был прекрасный у него перформанс против Роналда Соуза. Пятираундовый бой, который он выиграл. Да, такой тоже близковатый. Но вот это прям пик его был, я считаю. И я обращаю внимание, что после этого, ну, не показывал он такие хорошие выступления. Даже те, которые выиграл, да. Потому что с Джаредом Канониром просто вышел, начал на него сразу бежать. Устал уже за раунд, улетел во втором, да. Келвин и Гастл он быстро сабнул. Свитория, опять же, умудрился даже от этих рук подушек улететь в нокдаун. Вот. И, соответственно, Эдмена Шакбазяна сумел выиграть. И то это было тоже непросто. И то он его не удосрочил, когда Эдмен уже мертвый был. Вот он буквально во втором раунде по кардио просто кончился. И то Хермансон долежал и у него досрочил, потому что тоже устал. Я вот не понимаю немножко, куда кардио Хермансона делось. Ведь, как вот в бою с Оузой, ну, оно реально хорошее было. В целом, да, все-таки, как я и сказал, это все-таки грэпплер. И наиболее его сильная сторона, это именно вот работа в партере. У него очень хорошая гильотина, кстати, вообще шикарная. Из нее там очень трудно выбраться. Вот. И, соответственно, кстати, форма великолепна. Какая же у него шикарная форма. Зайдите в Инстаграм, да, посмотрите. Это что-то с чем-то. Стойка, кстати, хорошая тоже. Хорошая, вменяемая стойка. Но с пробелами. Вот это мне не нравится, что с защитой у него есть траблы небольшие. Пропускает он совершенно ненужные удары. Я с Шехбазяна там напропускал. И, как я сказал, это Виторий на жопу сел, да. От канонира улетел. В свое время, помните, с Тиаго Сантосом. Очень хороший раунд проводил. На последней секунде улетает в нокаут. Ну, здравствуйте. Вот. Но, в целом, конечно, боец хорошего уровня. Это боец, которого никогда нельзя списывать. Просто вот у меня перед глазами бой его с Тайлосом Лейтесом. Где он просто с травмой, травмированный через сильную боль, все равно просто на зубах добыл победу. Ну, классно. Очень-очень классно. Это реально крутой парень, безусловно. Что касается Шона Стриклэнда. Ну, очень хороший ударник. Сейчас набрал прекрасный превосходный ход. И у него Стрик. У Стриклэнда Стрик, да. Через... Который сейчас пять боев уже у него. Пять побед подряд. Правда, только две досрочные. Немножко в атакате. Да, есть такой грешок за ним. Вот так катит он. В крайнем бою у него был пятираундовый бой. Юрай Холл он уверенно перестрелял. Причем потряс его в одном моменте. Но... А зачем дорабатывать? А зачем вообще кого-то досрочить, да. Если можно его спокойненько перетыкать. С Йодка то же самое. Потрясал его и не добивал. Потрясал и не добивал. Что такое? Какое-то повреждение мозга может быть у человека. Я не знаю. Но это как бы шутки. Если что, вы не думайте, что здесь какое-то неуважение к бойцам. Хорошая очень работа с Брэндоном Алином. Да, нокаутировал его. Маршмана там совершенно уверенно прошел. Был нокаутирован он Элиусом Залески. И вот я что хочу сказать. Здесь нужно обратить внимание на то, что сам все-таки Стрикланд очень тяжело бьет. Хоть он вот так катит, у него очень тяжелый удар, да. Потрясал и Хола. Потрясал он Йодка нокаутировал Алина. В общем, многих-многих ребят он как минимум отправлял в нокдаун. Это тоже важный такой аспект. Он может попасть. И, соответственно, второй важный аспект это его борьба. У него хорошая защита от тейкдаунов. Я, если честно, и не припомню, кто его прям залежал. Ну вот Камару Усман. И то вот тоже я прям сел перед подкастом, пересмотрел этот бой. Ну он хорошо защищался от Камару Усмана. Знаете, там было около восьми попыток от Камару тейкдаунов и прошло только две. Если что, я считаю это крайне достойная защита с таким соперником. А в целом его очень тяжело перевести. К тому же он очень подвижный на ногах. Его, в принципе, подловить тяжело. Вот. Вот такие вот у нас здесь бойцы присутствуют. По коэффициентам, да, фаворитом идет Шон Стрикланд за 1,45. Джек Хермансон за 2,84. И, ну, наверное, у меня вопросов нет. Я повторюсь, не стоит списывать Джека Хермансона. Безусловно, этот парень буквально вот на яйцах может бой вытащить. Но все-таки по навыкам, да, из того, что я у них видел, я считаю, что Стрикланд его все-таки в стойке перестреляет. Мне видится, что он более техничный боец. Также я считаю, что Стрикланд, наверное, его передышит. И мне кажется, что он способен от защищаться от тейкдаунов. Но, безусловно, это средний вес. Здесь Джек Хермансон может и что-то в партере придумать, и нож куда схватить, какой-нибудь хилл хук неожиданно сделать. Да и, в принципе, попасть и нокаутировать такое тоже возможно. Поэтому, вы сами знаете, я никого никогда не списываю. Но, по шансам, я бы согласился с букмекерами. И тоже отдал бы здесь предпочтение Шону Стрикланду. Ну, а на сегодня у нас все, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этим боям в комментариях. Кто? Хермансон или Стрикланд? Сориану или Максимов? Давайте-ка расчехляйте свое мнение. Желательно аргументированно. Конкретно, по вашему мнению, за счет чего каждый может выиграть, как могут эти бои пройти. Это всегда очень интересно. Будьте активны, подписывайтесь на канал и на все наши ресурсы ВК и Телеграм. И ставьте, конечно же, лайки, друзья. На сегодня все. Всем пока.